На рейде стоят суда в ожидании разрешения на вход в морской канал. Здесь, возле памятника императрицы Елизавете, лучше всего видно, насколько неспокойно сегодня море. С утра скорость ветра достигает 15 метров в секунду, ожидается усиление. При такой погоде никто не возьмет на себя ответственность, чтобы дать добро на выход судна в море. Даже ради такой красивой и значимой церемонии. Поэтому Крузенштерн остается у причала. Дает старт эстафете капитан Крузенштерна Михаил Новиков. От кормы, под аплодисменты курсантов и членов постоянного экипажа он поднимается на капитанский мостик. Здесь огонь Сочинской Олимпиады принимает ректор КГТУ Владимир Волкогон. В этом году он участвовал в эстафете огня Казанской универсиады. Ощущения, по словам факелоносца, серьезно отличаются. Не сравнимо ни с какими стрессовыми ситуациями ни в море, ни на работе, ни на дороге. Это что-то совершенно особенное. Чувство, которое передать, наверное, нельзя, можно только ощутить внутренне. Это очень значимо для Крузенштерна, очень значимо для ребят, для команды, для нашего всего университетского комплекса. На третьем заключительном этапе олимпийской эстафеты на Крузенштерне факел несет курсант БГА Алексей Пантелеев, спортсмен, кандидат в мастера спорта. Сегодня он завершает практику, пройдя подряд два рейса. В них Алексей проявил себя как образцовый курсант. Эстафета на палубе парусника завершается, но тема Сочи 2014 остается с Крузенштерном. На этой зимней Олимпиаде Калининградский Барк будет поддерживать российских спортсменов у Черноморских берегов. Сергей Благов, Станислав Бердников, Вести Калининград.